Маотяньшанья цилиндрика Маотяньшанья цилиндрика – вымершее червеобразное существо среднего размера до 4 см в длину и 2 мм в ширину. Она была обнаружена в породах Нижнего Кембрия от Дабанского яруса. В местах находки представители Чинцзянской биоты в районе северо-восточного Китая, в провинции Юннань. Отпечатки тела представляют собой, как правило, розовое пятно в породе. Пищеварительный тракт – темная центральная зона. Небольшой хоботок и воротник несут крошечные многочисленные крючковидные шипы. Задний конец тела имеет два небольшие крючковидных шипа. Маотяньшанья была названа в честь маотяньшанских сланцев со знаменитым местонахождением кембрийских ископаемым Чинцзян-Плагерстатте. Тело Маотяньшанья было червеобразным, до 4 см в длину и 2 мм в ширину, имея 3-4 кольца на 1 мм поверхности тела. Как и его родственники, крокококосмия палеосколекс, Маотяньшанья, как правило, сохраняется в виде очень тонкого розового отпечатка, что характерно для маотяньшанских сланцев. Передняя часть тела состоит из предположительно выступающей и выдвижной удлиненной глотки, вооруженной зубами и шипами, расположенными в углублениях между соседними кольцами, заканчивающиеся только у ротовой полости, при этом несколько из них загнуты внутрь зева. За глоткой находится в ротник, который также имеет ряд крючковатых шипов или скалид. Первое кольцо шипов образует своего рода корону. Скалиды на ней намного больше, чем последующие. Кишечник в виде простой трубки, которая часто видна в качестве темного центрального канала, продолжающегося по всей длине тела. При жизни скалидофоры используют свой хоботок для перемещения зева, чтобы заглатывать добычу. Загнутые внутрь глотки шипы предотвращают побег жертвы, в то время как шипы на самом хоботке или скалиды могли служить для закрепления тела в грунте и тянуть тело на себя. Жизнь Мао Тяньшани, скорее всего, представляла собой ползание по морскому дну. А возможно, она жила в песчаных и грязевых верхних слоях морского дна, из которого и нападала на жертву. Кажется маловероятным, что животное могло вертикально рыть в донном осадке. Хищнический способ жизни кажется правдоподобным. Также учитывается тот факт, что никаких следов фильтрации донного осадка в кишечнике не обнаружено. Если вы являетесь любителем палеонтологии, доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал или вступить в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу делать видео по данной тематике.